Позвольте мне уже сегодня официально приветствовать вас как главу родного нам дружественного Таджикистана. Я не стану говорить о наших личных взаимоотношениях. Мы давние друзья с вами. Я очень люблю Таджикистан, я это не скрываю. Я был у вас на родине, я видел ваше село, я видел ваше производство. И алюминиевый мощный комбинат, и сельское хозяйство. Я видел ваши горы, летал над ними. Я люблю Душанбе еще с советских времен, хотя там не бывал ни разу. Но у нас очень тепло и по-хорошему говорили о столице Таджикистана тогда. И вот это все осталось, это уже база для впечатлений, когда я стал президентом. Когда первый раз прилетел в вашу прекрасную столицу, мне очень нравится Душанбе. И само название, и звучание мелодичное этого города. Я люблю ваши горы, я бывал вместе с вами в горах. Я видел эти реки. И хоть у вас сейчас, как вы сказали, маловодье, и не хватает дождей. У нас, правда, с излишком готовы поделиться. Тем не менее, это прекрасные, красивые горные речки. Я в мире везде уже, наверное, побывал, но такой красоты я не видел. Я хотел бы, чтобы искренне хотел бы, чтобы наши с вами были отношения, такжистского народа и белорусского, точно такими красивыми. Но, знаете, я много думал о том, вот в каком направлении нам дальше развиваться и действовать. Сегодня у вас ситуация улучшилась еще и потому, что вы наладили блестящее отношение с своими соседями. Особенно с Узбекистаном. Уже нет тех проблем, которые когда-то были, особенно по транзиту, передвижению. Крайней мере, они снимаются. И мне кажется, что нам надо придумать что-то такое, что стало бы настоящим фундаментом наших отношений. Это экономика, конечно. Что касается политики, дипломатии, ну, знаете, ближе, чем вы, мне трудно найти человека. И трудно найти государство, с которым мы всегда договаривались. Ваш один звонок, рекомендация, просьба мы всегда исполняем. Если я вас попрошу, вы всегда до мелочей щепетильны и пунктуальны. Поэтому, ну, что тут говорить, дай бог, чтобы у нас такие отношения складывались со всеми. А вообще, я вас поздравляю. Нутром чули, вот давно не было в Таджикистане, что вы начали подниматься после того кризиса, который нас всех охватил. И в связи с санкциями против России, все-таки зависимость приличная. Вы начинаете подниматься. Не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Чувствую, что и гигант ваш тоже начинает расправлять плечи. У вас опыт хороший по замене углеводородов на местное топливо, на чистую энергию. Хотел бы услышать, как это вам удалось. Вы вчера говорили, что вы фактически замещаете газ другими видами топлива, природный газ. Это очень важно для нас. Словом, я очень хочу, как и весь белорусский народ, чтобы Таджикистан был легким. Если мы в этом можем чем-то поспособствовать вам, то после вашего этого визита в Минск вчера и сегодня, поверьте, мы многое можем сделать. Уважаемый Александр Георгиевич, рад нашей с вами сегодняшней встрече. Я полностью с вами солидарен, то, что вы сейчас выразились. Мы дорожим нашим отношениям, нашим личным отношениям и нашим отношениям между нашими народами. И в Таджикистане очень это высоко сынует. Знаете, и вас любят в Таджикистане. Всегда вас слушают через нашу информацию. То, что вы говорите, именно реализирует возможности между двумя государств, огромный имеет потенциал. Если мы дадим поручение председателю межправкомиссии, чтобы в таком экстремном порядке, может быть, январе, феврале провести межправкомиссию, изучать все эти детали, возможности создания совместных предприятий.